всем привет у меня тут несколько минут были какие проблемы с камерой в общем они до конца не решены как и видите но пускай будет такое у нас сегодня разговор про интернационализацию локализацию то есть про скажем так перевод я надеюсь что мы все успеем потому что у нас есть всегда бы копная очень большая лекция прошлого года вот которая видимо мне в эфире не удалось но зато я сделал вот такой вот конспект немаленький сопровождаемый некоторым гид репозиторием вот репозиторий с примером значит а нет это не он это это лекция это лекция linux по linux а у нас была еще лекция сейчас секунду это какой год вот а у нас еще была лекция прошлого года по вот по по питону да так вот значит если что-то у нас все не заладится я хочу немножко проэкспериментировать то всегда можно забыть и забыкапиться на вот эту лекцию ссылка на нее есть вот здесь ну собственно начинаем ну не знаю я хочу сказать что эта тема вообще как ни странно довольно хорошо обкатана у нас на сайте спасибо андрею черепанову который да 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 вот кто-то уже сходил по ссылке который в незапамятном году прочел лекцию по интернационализации когда он собственно занимался этим в комьюнити по переводу когда я на русский вот и как бы поставил мозги на место с тех пор в общем ничего практически не так теоретически ничего не поменялось поменялся только практически главное надо понимать что перевод программного продукта на язык и это дали тонн далеко не только перевод просто именно перевод то есть грубо говоря вставление сообщения на русском языке вместо сообщения на английском это самая автоматизируемая часть а вот в действительности в действительности перенос адаптация программного продукта к культурно языковым особенностям другой страны она в общем довольно довольно развесистая вот значит поэтому про собственно адаптацию сейчас будет некоторое количество бла-бла вот разговоров а сразу стоит ввести два термина это локализация и интернационализация а дело вот в чем их часто путают они как видите очень удобно сокращаются до л 10 н и и 18 н понятно что это за слова такие это интернационализация и дальше 18 букв n или локализация л 10 букв вот кстати сказать к вам же приходил пеп 8 или вернее гвида в лице пеп 8 говорил не используйте маленькую букву или большую букву и обратите внимание на то как называется наша наша лекция это л 18 н или и 18 н ну это наверное и 18 н потому что интернационализация но посмотрите вот сюда это и 10 н или л 10 н это л 10 н потому что локализация короче пеп 8 был прав но это так совершенно к слову вот так вот значит интернационализация это строго говоря всего лишь всего лишь приведение программного продукта к состоянию когда он готов для последующей локализации а локализация это собственно адаптация программного продукта к культурно к культурным и в первую очередь языковым особенностям от того региона на который вы его ориентирует что значит приведение в состояние но это значит например что если у вас в программе просто тупо выводится какие-то сообщения то с какой статьи они сам переведутся есть такая вот тут у меня есть раздел тактики локализации но мы этот раздел я туда забыл вписать тупую тактику есть такая тактика что программы на английском программ на русском просто две разные программы такая локализация копипасты это тактика довольно плохая потому что понятное дело первое же изменение в козе вся эта копипаста едет едет лесом вам придется все перед переделать или какой-то патч сет или что-то такое но не совсем так андрей не только перевод на английский язык да а вообще мы сейчас сегодня увидимся мы посмотрим интернационализация это подготовка кода к когда он может быть переведен с помощью тех инструментов перевода и инструментов локализации которые у нас есть вот я уже приводил пример когда обычные сообщения сами собой не переведутся поэтому для того чтобы их перевести нужно ну наверное обмазать их функцию переведи мне сообщение мы кстати это будем делать вот идея состоит в том что понятное дело что в этот процесс параллельный что вы можете запускать команду переводчиков параллельно с подготовкой вашего вашего продукта к локализации вот хотя понятное дело вы начнете раньше потому что вам нужно определить какие текстовые составляющие вашего продукта подлежат переводу какие нет вот с этим тоже иногда будет много ну вот то есть сначала идет интернационализация а потом локализация интернационализация это как сделать так чтобы наш программный продукт может был переводить а локализация перевод напоминаю что слово перевод здесь очень очень приблизительно и потому что в составе вашего продукта могут быть так я слово слово формы два раза определил но вот здесь оно наверное не нужно значит давайте я даже его отсюда удалю а переду вот сюда давайте его переведу вот сюда потому что одно дело что такое объект составе перевода и другое дело инструмент так объекты в составе перевода отсюда мы убрали потому что они теперь появились в другом в другом месте вот значит в первую очередь разумеется вам нужно локализовать сообщение текста в вашем программном продукте и это сообщение на кнопочках надписи то что вы его какие-то help и в общем все то что ваша программа вывозь во вторую очередь это очень часто с этим встречаются программисты надо внимательно смотреть следить за размером и оформлением интерфейсных элементов ну конечно же right to left есть языки в которых принято писать справа налево не слева направо я еще по ходу скажу что есть языки в которых принято писать сверху вниз но это уже как бы сказать интер монгольский но это уже кажется все смирились с тем что так никто не будет делать вообще или будут делать только чисто декоративных целях вот а вот размер размер ваших интерфейсных элементов это важная штука если у вас поочичание не резиновый дизайн а по пиксельный прибитый прибиты гвоздиками такой иногда бывает нужно то внезапно выясняется что в среднем размер русского перевода на треть больше то есть вот размер английского исходника ну потому что русские слова длиннее чем английские в английском языке очень много много казачных слов из одной буквы из одного слога в русском гораздо меньше вот и внезапно выясняли а турецкий еще того длиннее и внезапно выясняется что на той кнопочке на которой было написано set вам придется написать инициализировать ну или хотя бы присвоить или хотя бы установить неважно вместо трех букв много букв и начинается вот свое время от такого рода проблем страдали русские переводы текстовых программ которые имели и имели текстовый экранный интерфейс типа двухпанельных всяких командиров консольных вот вот это вот вот этой части потому что понятное дело если у вас консоль текстовая имеет размер а 80 на 25 то вы как не разбежитесь там если вот в изначальном английском дизайне у вас было четыре символа на надпись то и в русском у вас тоже появляется четыре символа на надпись и там начинаются люди извращаются сокращают выбрасывают гласный мест слова копе пишет что-нибудь такое ну и так дальше понятное дело что в графическом интерфейсе все с этим проще хотя очень многие интерфейсные виджет и долгое время страдали от того что они плохо поддерживать такие изображения изображение надо тоже переводить мы я надеюсь с этим сегодня столкнемся вот конечно же текст на обзоре на изображениях надо переводить и всевозможную культурную атрибуцию потому что в разных странах например разные дорожные знаки вас никогда не бесило когда вам предлагают какой-нибудь какой-нибудь дорожный знак вот а он американский там написано новые или что-нибудь или там что-нибудь такое вот какая-нибудь такая фигня а вот значит он нет ни про не потому что там вот а потому что исходный исходный текст был американским соответственно запрещающий знак для любого американца был совершенно понятный читаемый а для в наших палестинах таких знаков просто не делают ну и чё на него смотреть несколько более хитрая вещь это например всякие жесты вот 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 например вот такой он конечно интернациональный но мне кажется до сих пор сохранились довольно большие комьюнити в которых этот жест означает примерно то же что ну с другим пальцем жест ну и так дальше да то есть ваши картинки оказывается нужно тоже культурно адаптировать еще одна больная совершенно тема это управляющие клавиши control c control в ну 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 вы меня поняли значит особенно если это не через control потому что через control можно еще как-то сымитировать вот cv а прям управляющий клавиши по названию там первого пункта меню да вот у вас есть подчеркнутая буква в меню надо сделать так чтобы при нажатии на эту букву активизировалось это меню это все требуется переводить дальше параметры чувствительные клокали дело в том что существует достаточно неплохой и очень давно разработанный интерфейс адаптации к культурным особенностям страны вот который называется локаль в питоне есть соответствующий модуль который этим управляет но самый простой способ добраться до локали это просто выдать команду локал вот увидеть что у вас тут есть целый набор различных аспектов информации которые вы собираетесь представлять который требует локализации например представление числа мало кто знает вот вот значит представление тут тут уроза меня замечает что правый горячий клавиш это вообще очень сложно и даже у хороших программ в большие проблемы в плане локализации а там дело в том что отвечаю на замечание ру-ро дело в том что не существует серебряной пули непонятно как правильно локализовать горячий клавиши то ли дох надо надо переводить на русский то ли не надо переводить на русский то ли некоторые надо некоторые не надо но это же ну такое в общем вот не бывает короче с этим действительно тяжело так вот возвращаясь к теме локаль содержит сведения о различных аспектах представления данных в данной культурной языковой среде значит а локаль код локали состоит из трех иногда больше но не будем в это углубляться кусков вот это язык код языка код страны и кодировка которая в данный момент используется напоминаю что кодировка это вот у нас было в прошлом году довольно сложная штука и бывает много анекдот про код страны и код языка я уже рассказывал в прошлом году могу его повторить для тех кто не слышал мы когда в компании альт линукс делали специальный дистрибутив для правительства татарстана такая была вот идея каком-то очень давнем году типа 2006 вот там нужно был перевод на татарский перевод на татарский мы конечно с ним нам конечно сделали люди которые знают татарский там они даже придумали всякую терминологию но дело не в этом дело в том что вместо кода ру эти ребята решили поставить код тттт мы им говорим ребят нет смотрите вот видите документацию в документации написано код страны код языка вернее код языка код страны вот здесь у вас должно быть ру потому что страна все-таки у нас россия а не субъект там ваш вот этот самый татарстан вот такого нету в правилах и вообще никакой никакой страны ттт нету да то есть вы не можете тттт это ошибка нет мы можем написать тттт смотрите и выкатывают нам проект локализации в котором вот здесь вот стоит тттт мы смотрим да действительно и тттт это татарский язык а ттт код страны это три недаты табага вот так значит но мы их убедили что три недавно у них естественно от этого поехали часовые пояса стали в три недата табага уезжать деньги стали вот это вот представляться в виде значит тамошних уж не знаю что у них там принято какие нибудь беседы вот ну и тогда вот то есть помимо того что у вас язык другой да и национальные особенности говорят о том как у вас принято время записывать как принято деньги выражать как принято какой формат бумаги по умолчанию как устроен адрес телефон в чем измеряется все да значит как время выводится ну и так дальше вот посмотрите вот причем это еще обратите внимание дело не только в переводе то дело еще и например в порядке того в каком в порядке в котором выводится поля это у нас был чтобы вы понимали ru ru или ru t8 это не важно да 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 нет это важно такое ощущение что по умолчанию у меня выдала локализацию кое 8р ну давайте посмотрим о нет по умолчанию почему-то включилась локализация если бы просто ru ru включился локализации со 58 59 5 стандартный сон ну молодцы ребята понятное дело что вот вот видите то есть если вы работе в линоксе вы можете управлять текущей локалью прямо из командной строки просто перебивая переменную lc all который перебьет все остальные перемены вот в питоне если вы хотите управлять локалью изнутри программы написаны на питоне пользуйтесь модулем локаль который все это сам умеет вот все от локали и дальше говорите что именно вот вот чувствуете он целый этого дым не надо в общем лезть туда значит в модуль локаль и изучайте в принципе вот мне достаточно вот такого переключения с командной строки да локаль то есть возвращаясь к теме нашей лекции вы должны предусмотреть какие-то вещи которые за счет адаптированы именно в лока если у вас есть какие ссылки на внешние ресурсы то в разных странах если вы допустим большое хорошее толстые приложения да у вас есть например техподдержка в разных стран то понятное дело адрес техподдержки вот это все должен быть парад вот иногда над собой таскать шрифты в программном продукте может быть вообще такие такие объекты которые вашей программой вы про него как программист не вспоминаете никогда например pdf буклетик с ней распространяется да например шаблоны документов вот как в каком-нибудь или бревьи вы открываете и говорите создайте мне презентацию по шаблону вот эти шаблоны тоже нужно переводить вот ну и вообще вся всякая сопутка всякий мерч там не знаю ложечки наклейки вот это все так что как видите если вы работаете над продажным продуктом перевод сообщения к это то чем мы сейчас займемся это один из довольно многих фронтов работ которые значит вас подстерегают вернее направление одна из многих направлений работ которые вас подстерегают на этом проекте чтобы закончить бла-бла потому что я не знаю когда мне придется удастся мне об этом вспомнить посредине разговора давайте еще поговорим про такие вещи вот про которые там например черепанов лекции говорил много а я про это знаю только по наслежке нет про одну из них мы будем говорить про множественные формы общие словари значит очень важно когда вы переводите особенно если это скажем перевод в составе там ну вот черепанов говорил по кде в составе большого проекта очень важно переводить одно и то же одинаково это важно по двум причинам первое вам не придется переводить это еще раз вы просто сходите к памяти перевода и узнаете как вы переводили это в прошлом ну и вторая причина состоит в том что если у вас извините есть кнопочка копировать вернее копии в одном случае она называется копировать а в другом она называется как по-другому я там не знаю резерв да то он пользователь это конечно очень сильно сбивает с и это не очень хорошо вот третье достоинство общих словарей это кросс между проектные связи когда у вас ну вообще все переводят примерно одинаково вот с этим третьим некоторая проблема были и было несколько попыток составить такой комьюнити бейзет большой большой словарь переводов но к сожалению проблема стоит в том что перевод довольно дорогая операция как правило комьюнити переводом занимаются и занимаются активно но еще чаще чаще и гораздо большим объемом переводом занимаются корпорации да то есть понятно что не там какой-нибудь офис или конечно винда не локализована это оксиумарон вот и а в корпоративных переводах всегда существует локальная память перевода и почти всегда существует свой собственный словарик неравный словарику неравный словарику ну скажем так общепринятым или по крайней мере условно как википедийным кстати надо будет посмотреть нет ли в википедии такого проекта потому что это явно такая тематика википедийная давайте все навалимся создадим некоторую некоторый корпус откосить на которого как можно меньше народу спорят да как можно больше народу согласно и на этом успокоимся но вот я пока не видел может быть если кто знает вот значит еще один инструмент важный так называемый нечеткий перевод это искусственный мозг который сравнивает уже имеющийся перевод старой версии вашего программного продукта с переводом новой версии программного продукта и выискивает там похожие похожие объекты перевода которые вполне возможно переводятся похожим образом ни в коем случае нельзя давать разрешение этому искусственному мозгу бесконтрольно переводить похожие названия похожий текст одинаково потому что это иногда очень очень нехорошо вот скверл институт значит но для переводчика для или для даже не для переводчика для человек который занимается локализацией это очень большое подспорье потому что мы видим примерно как это раньше переводилась и там поправляем ну скажем какой то ошибка опечатка какой точечку поставили не там да отлично это вообще не нужно особо переводить взяли и согласились с этим нечетким переводом и множественные формы множественные формы это когда у вас один предмет да один слон два слона три слона четыре слона а 5 уже слонов и 10 уже слонов и и 12 уже слонов и даже 20 слонов а 21 опять слон 22 опять слона 25 25 опять слонов вот вот такая вот ситуация в русском языке три множественные формы в английском языке по моим две множественные формы но бывают языки в которых эти множественные формы больше еще ну кстати в английском иногда бывает нужно различать мало и много мне тут некто димка димка задает вопрос тупо по питону будьте добры задайте его в какой-нибудь месте где на это будет время и ресурс ответить например в нашем общем чате вам я думаю ответить на него даже и без меня там вполне достаточно грамотных людей вообще говоря можно себе нафантазировать локализацию в которой применяется там распознается и применяется всякие другие слова формы ну не за там падежи вот времена рот ну и так дальше но это уже искусственный мозг который применяется редко и вот ну а это это была шутка так вот значит все я я почти закончил с бла-бла сейчас будем разбираться с питончиком но следует заметить что существует примерно три тактики локализации первое тупая я про него рассказывал вначале надо сойти сюда вставить когда мы просто пишем несколько программ одну русскую другую английскую треть еще какую-то тратюна эсперанто то есть просто копируем код и понятное дело дальше правим как хотим вот она тупая потому что она не экономит усилия программиста приводит к рассинхронизации этих самых локализованных версий вообще это конечно не то что нужно обычно вот вторая тактика называется перевод по идентификаторам но и не только перевод вы обмазываете используя некоторого ресурса специальным вызовом какой-нибудь функции там например translate вот в результате вместо самого ресурс который там встречается используется некими идентификатор и этот идентификатор хранится в специальной базе и там написано если это iron message что на русском языке он звучит так-то а на английском так-то она там еще каком-то так чем удобен перевод по идентификатору он унифицирован вы пишете программу в которой все сразу все понятно однозначно однозначно определяемо что именно взять из базы данных перевода когда вы пишете iron message вот и все в общем то и инструмент хранения вот этого самого баз данных перевода очень простой да вот этот идентификатор и является ключом к вот эти вернее это пара идентификатор ресурса и идентификатор языка и являются ключом к точнее не языка локали является ключом к собственно доставанию локализованного объекта главная проблема перевода по идентификатору и это не мнемоничность самого идентификатора наверное если у вас есть огромная команда переводчиков которые все равно видят все сообщения на английском скажем или там на исходном языке и которым все равно нужно переводить эти сообщения из исходного языка в какой-то другой им совершенно все равно как выглядит идентификатор объекта но в нашем с вами случае переводчики это мы с вами ну или наши наши товарищи поэтому гораздо более жизненный и мне больше нравится и так называемый перевод по примеру когда вы берете исходную сообщение к у которой у вас есть в вашей программе или надпись на кнопке и именно ее эту сообщение к у считаете идентификатором этой тактики есть полтора недостатка один из которых наполовину достоинства ну и одно главное достоинство очевидно главное достоинство стоит в том что особенно если вместо слова translate использовать какую-нибудь конструкцию типа подчеркивание скобочка вот а идентификатор локалии вообще брать из текущей локалии не заморачиваться на какой конкретный язык вы переводите на текущий то локализованный программный продукт в котором часто встречаются локализованные строки выглядит практически тоже как не локализованные то есть вот такое сообщение от сообщения print отличается раз два наличием трех символов это очень удобно ну и соответственно каждый раз когда вы говорите про то что здесь будет выводиться вы хорошо понимаете да второе достоинство перевода по примеру и это ситуация для программиста при котором он хорошо знает что именно написано на кнопочках что именно выводится в сообщениях вот то есть когда вы программируете вам не приходится ломать голову а что такое рэн месседж или заставлять ваш специализированный текстовый редактор заглядывать в базу данных переводов и здесь таким пул чипом показывать что такое этот самый рэн месседж то есть вот сложных вещей не может да это проще главный недостаток простого перевода по примеру эта ситуация когда вы например переводите слово копии она в одном случае он означает копировать а в другом случае означает копия потому что в одном случае это надпись на кнопочку а в другом случае это надпись на втором окошке допустим вот и здесь как бы с одной стороны это конечно недостаток но в современных средствах перевода можно указать контекст внутри которого происходит перевод вот и тогда вы говорите ребята вот эта копия из контекста номер один и там он означает копия а вот эта копия из контекста номер 2 и там он означает копировать и вторая часть этого соображения она так слегка достоинство вообще говоря если в вашей программе есть какая-то надпись которая по смыслу должна переводиться в одном случае одним способом в другой другим способом Вообще, говорят, плохая, негодная надпись Понятное дело, что надпись на кнопочке, которой есть действие И надпись на окошке, которой есть объект Спутать трудно Но кто ж его знает Люди могут спутать что угодно Люди могут, если есть возможность ошибиться, люди ошибутся Это правильно Поэтому, если у вас есть два различных текстовых объекта Которые, значит, разные, а пишутся совершенно одинаково Лучше предприменять какие-то действия, чтобы они писались по-разному В конце концов, вместо слова копии, которое копия Можно написать backup копии, резерв копии, что-нибудь такое И все сразу станет понятно Вот Мы с вами будем говорить про тактику номер два Про тактику перевода по примеру Но если вы хотите пример того, как устроена тактика перевода по По идентификатору, то, пожалуйста, есть вопрос от Ruro Что при этом происходит, должно происходить, если хочется поменять английский текст к кнопке Оставшиеся час мы будем разговаривать именно об этом Вот Значит, если вы хотите всяких простых инструментариев перевода Вот, например, есть инструмент, который называется Python И18N, и он ровно так и устроен, что вы сами наполняете вашу копилку переводов Вот Обратите внимание на то, что в этом инструментарии Хотя он и суперпростой Есть, например Произвольные множественные формы, которые вы сами задаете Просто потому, что прямо в текст программы включается вот такая вот конкретная штука NoMail, OneMail, FewMails, ManyMails Четыре множественные формы Видите, да? Вот Ну и так дальше Другое дело, что Это Такой отдельный механизм Который мы с вами рассматривать не будем Кстати, он Да, видите Видите, у вас есть идентификатор MailNumber И у вас есть Словаформа То есть вы будете здесь писать MailNumber Zero А не настоящий Настоящий текст, который пользователь увидит Это несколько Вот это типичный пример перевода по примеру По идентификатору Вот Мы с вами будем заниматься Инструментом, который называется GitText GitText Это Про него была большая лекция В прошлом семестре В курсе по Linux Это как раз инструментарий Подготовки Локализированных строк И Подмены Одной Так сказать Исходных строк локализированных Да? Значит Есть некоторые инструменты Для интернационализации Но мы будем пользоваться Не GitText А Вернее, не так Мы будем пользоваться GitText Но Инструмент мы будем взять Брать из Бабеля И инструменты локализации Собственно Подстановки Локализованных значений ресурсов Вот Более того Это стандартный модуль питона Как видите И к нему даже есть стандартная металличка Как ею пользоваться Вот она Всех туда приглашаю Мы будем частично ее Отрабатывать Единственное Что в питоне Как таковом Не доведено до ума Это Инструментарий Обработки Исходных текстов На предмет Workflow По Собственно Локализации Вот И Для этого Мы воспользуемся проектом Бабель Вот он Проект Бабель Сейчас покажу Вот он Вот Надо сказать что К фамилии известного писателя Кажется Не имеет никакого отношения И вообще Если вы посмотрите То примерно Треть всех проектов Локализации Почему-то Называется Бабель Вот Значит Восходит Это Естественно К Вавилонской башне Легенде О смешении Языков И всем вот этим Вот Но Бог бы с ним Значит Вот Про проект Бабель Я расскажу в самом конце Потому что он больше Чем то что мы им пользуемся Но Вот в том примере Который я сейчас хочу начать А то мы все время говорим Ничего не делаем Да В том примере Который я хочу начать Мы будем пользоваться Только Из Бабеля Будем пользоваться Только утилитами По обработке текстов И по формированию переводов Сам Бабель Честно признается Что Никаких новых инструментов Кроме Питоновского гиттекста Он использовать не будет Вот Потому что Гиттекст все умеет И Но зато Он В общем В Бабеле есть поддержка Всей остальной локализации А гиттекст Это только Локализация Текстовых кусочков Вот Это в этом смысле Бабель Короче Мы будем пользоваться Вот этим Давайте я пропущу Вот этот вот Вот этот вот Кусочек Потому что Это снова бла-бла А я его Лучше прямо покажу На примере Потому что Ну пора уже Что-то Что-то рисовать На экране А не только Не только разговаривать Так Где-то у меня был Тут пример Подготовленный Вот он Сейчас мы его Перетащим на другой экранчик Вот 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 подготовленный пример Вот у нас есть приложенька И это Примерно Хорошо причесанное Хорошо причесанный Пример из документации По ДК Интеру Вот Вот он Как видите Он даже не объектный Это просто линейный код Вот Очень хороший примерчик В котором Сказано Как делать интерфейс Что такое интерфейсная модель Зачем она нужна Как все размещать в грязи Ну вот это все ерунда Вот Этот самый пример Из ТК Интера Я слегка поправил Это мы закрываем Я слегка поправил Вот он Я вынес Например Обновление метки С текстами В отдельную В отдельную функцию Вот Ну я тут еще Сделал правильный импорт Чтобы мне Все мои проверялки Не ругались Вот Но Смысл примерно такой Мы здесь пишем Футы И получаем метры Да Вот Вот Вся Значит Вся Вот Да Ничего Совершенно Ничего Этого Сложного Да У нас есть Раз Один Виджет картинка Один виджет Энтри Раз Два Три Возможно Четыре Не знаю Что это за виджет Виджеты Лейблов И один виджет Кнопка Все Вот эти виджеты Как видите Имеют названия Всякие Метерс Фит 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 Зацените Хитрость Хитрость Состоит В том Что Все Тексты Это я так Написал Этот пример Все Тексты Которые Надо Переводить Забраны В двойные Кавычки А все Тексты Которые Переводить Не надо Например Атрибут Виджета Забраны В апостроф Да Вот События Return Поэтому Одной Командой Я сейчас Могу Взять И обмазать Наш Пример Переводами Которых Просто Не будет Еще То есть Первое Что мы Делаем Мы Занимаемся Интернационализацией Что для этого Нужно Сделать Ну Что И Быть Такое Заменить Кавычка Не Кавычка Звездочка Кавычка Запомним На Вызов Вот того Самого Вот той самой Функции Подчеркивания Которая Ну давайте На всякий случай Проверим Прав ли я В предположении Что я хорошо Оформил эту программу И все Кавычки Нужно Переводить А все Ни кавычки Не нужно Метерс Нужно Переводить Нужно Фит Нужно Переводить Нужно Фит Ту Метерс Нужно Обратите Внимание Это картинка На экране Помните Что на ней На этой картинке Там такая Наискосок Надпись На каком языке На английском Значит Картинку Переводить Нужно То есть У нас В этом месте Будет вставлено Вместо Ссылки На ресурс В котором Лежит Картинка С английской Надписью Ссылка На ресурс В котором Лежит Картинка С русской Надписью Слово Кулакулеет Надпись На кнопки Нужно Переводить Лейбл Нужно Переводить Все Я Казался Прав Обратите Внимание На то Что сейчас У нас Ругается Ругается Нам Синтаксический Проверял Как Говорит Что-то У вас Символ Подчеркивания Не определен Ну Давайте Ради Прикола Сделаем Вот так Дев Вот Что там Вредные 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 Это Не Логотип Логотипы Наверное Переводить Не нужно Я Отвечаю На вопрос Зачем Переводить Картинку Это Не Логотип Это Грубо Говоря Такое Название Приложения Вот Хотя Если Помните Логотип Pepsi Например Он Переводится Отвечаю На вопрос Нужно ли Переводить Логотип Логотип Pepsi Нужно Переводить кока-кола кажется нет а почему-то да вот так что так что вопрос сложный и это не я на него отвечать не желаю я просто хочу сказать что я буду переводить эту картинку потому что так на окей ну вот 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 значит ничего не изменилось мы обмазали нашей ненужной функции по подчеркивания обмазывали все тексты которые мы собираемся переводить и пока что мы их не переводим давайте мы теперь собственно займемся продолжим нашу интернационализацию которая будет состоять в том что мы воспользуемся инструментом который называется get text вот ну и некоторыми волшебными словами из его арсенала потому что они ну правда слегка волшебные но я думаю что мы под конец поймем в чем волшебство так значит я хочу более свежую версию а вот что давайте не так сделаем давайте сделаем поступим смешнее мы сначала займемся выковыриванием локализованных текстовых строк из нашего файла а потом собственно задействуем get text окей значит мы что сделаем создадим каталог который будет называться по почему называется по сейчас расскажу вот и выковырим с помощью инструмента бабили на креста кстати 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 пипен шелл нечего-нечего жмяк пип install бабель как видите он совсем небольшой вот и говорим бабель инстракт бабель аппы бабель дело в том что бабель он не только для питона он умеет например поддерживать некоторых тмл и джаваскрипт движки умеет залезать внутрь ресурсов этих самых движков html вот пы бабель экстракт не помню экстракт а вот вот файл нам нужен и и инпут пас отлично output файл минус а ну допустим по и здесь мы создадим об точка под это наш горшочек в котором будет шаблон перевода но а что сейчас произошло бабель залез в наш об точку пыль вынул оттуда все те инструменты все те ресурсы которые считает локализованными а локализованным считают ресурсы обмазанные функции подчеркивания такая договоренность он просто знает про это если вы по-другому устрою устраиваете локализацию пожалуйста укажите ключ минус какие ворс чтобы бабель знал что именно считать инструментами локализации выковырял все такие строки и сложила в горшочек вот горшочек мы сейчас посмотрим потому что это интересная штука что такое горшочек горшочек это такой шаблон перевода в котором есть две большие части заголовок перевода желтыми буквами отмечено что тут надо бы поменять да вот здесь надо вписать время вот здесь надо вписать почту этого самого переводчика или групп переводчиков здесь надо вписать не так это кто переводил а это какой-то тим который который группа переводчик вот и вторая часть это найденные нашим бабелем экстрактором сообщение в исходном тексте который выглядит следующим образом мы из гайди идентификатором является как мы помним в случае переводов по примеру сама сообщение к а мы с гестер это перевод в данном случае перевод никакой потому что это не файл с переводом а шаблон в чем идея шаблона если мы что-то поменяем в исходном тексте поменяется шаблон вот мы сгенерировали шаблон теперь мы создаем на основе этого шаблона перевод точнее не сам перевод а только его скелетик пебабель и нет давайте посмотрим какие у него ключи вот видите ему нужно подсунуть горшок в котором шаблон перевода можно туда было вставить но давайте давайте все таки я вставлю здесь и ер месяц дэй до 2021 чтобы он не ругался а сушки нет давайте посмотрим шаблон оставим в покое давайте посмотрим что у нас вам как как сделает как сделается и минус домен домен это грубо говоря название вашей программы но дело в том что в вашем вашем приложении может быть несколько доменов перевода у которых собственный контекст помните мы говорили про контекст я не знаю зачем это нужно но я не сталкивался с ситуацией когда больше одного домена одного приложения но вот как правило название домена совпадает с названием приложения называется аппунт сказать домен называется апп дальше мы говорим файл шаблоном и дальше мы говорим outputdir куда будет размещен перевод давайте скажем что в тот же каталог то и дальше мы говорим собственно какую локаль мы собираемся использовать поскольку это питон я надеюсь что локаль ru нам вполне достаточно на самом деле это будет root f8 жмак обратите внимание на две вещи вещь первая полученный перевод лежит вот в таком месте это наш каталог который мы указали для хранения переводов и это код языка и это собственно факт что мы переводим именно сообщеньки lc messages да помните вот это мы переводим бабель умеет переводить не только месседжес но мы с этим сегодня не столкнемся дальше идет название домена и перевод как выглядит полученная полученный перевод в том виде в котором он есть обратите внимание что туда вставилась одна вход зря не зря я в шаблоне ничего не менялась ставилась туда дата вставилась туда язык все вставилась кроме двух вещей первое ваш ваш ваша почта мне тут андрей говорит что почту сюда лучше не класть потому что на нее будет валить масса таргетированного спама значит практика показывает что если вы заводите в себе почтовый адрес нигде его не публикуете вообще просто с кем-то переписывать очень быстро на вас начинает валить масса таргетированного спам нынешняя нынешняя почтовая система должна быть либо полностью огороженной и вы этот спам просто не понимаете либо с антиспам фильтрами других вариантов нет поэтому я последнее время не заморачиваясь и пишу здесь например адрес на гмэль я написать могу точно я доверяю гмэйл из км антиспам вот вообще говорил и language team ваш тоже тут стоит написать это если не конкретный переводчик то куда писать баги предложений все остальное вот ну в общем вот не буду даже это заполнять пускай останется как есть а вот дальше всякие всякие значит дополнительные штуки про них мы поговорим позже которые предназначены для идентификации того что этот перевод именно на русский язык вот вот собственно смысл этого вот ну и дальше идут собственно те же самые строки пока не переведены окей давайте мы ради прикола напишем сюда слово метр и вот ха ха смотрите мой синтастик оказывается умеет пв файлы тоже гад проверять возможно бабелем не знаю чем это синтастик который мы поставили на прошлой лекции и он будет слушать алас транслятор пожалуйста поменяйте окей да так что вот я знаю это все спамеры придумали чтобы побольше спама собирать вот поменяем метры и понятное дело что от того что мы подготовили перевод ничего еще не произойдет мы должны сначала сначала этот перевод задействовать вот здесь мы должны вместо вот этого ерунды сказать импорт гиттекст и из этого гиттекста вынуть функцию подчеркивания и зарегистрировать ее как функция перевода я сейчас коротко вспомню как это делается потому что я за меня лень хотя может с вами документацию конечно во вот и все как все просто так вот здесь вы указываете домен а спасибо дорогая вот вот это место с которым проверялка синтаксов не справляется видите она выдает ошибку выдает ошибку а где ваша функция подчеркивания в действительности функция подчеркивания привносится в привносится в окружение вот этой операции install такая нетрадиционная для питона штука и и с ней не справляется с ней не справляется а кто там не проверяет до два бланк ленджи вот кто там проверяет вот здесь вот undefined name spell checker с ней не справляется смысле синтекс чеки не справляется ну успокойся вот это косты я не знаю как заставить синтекс чекер верить в то что у нас есть переменное подчеркивание такая функция потому что ее функция стал принесли а я вангую что сейчас перевод у меня не заработает все еще хуже да все еще хуже видите нету слова метры перевод не заработал и он не заработал потому что наша функция стол я не знаю как сделать так чтобы она а а давайте сделаем так ну господи нет не хочет зараза не знаю как сделать так вот короче это давайте оставим мне домашнее задание как избирать вот этих красных предупреждений ну вроде как боюсь что так работать не будет давай сначала так а там правее давайте оставим нет я правда не знаю не знаю как дело в том что им стол делать чуть больше чем get текст ген текст инсталл привязывать это к локали дир вас но с другой стороны может вы и правы давайте давайте так я напишу инсталл потому что я я этот путь знаю а потом мы как-нибудь этот это штука обсудим вот а значит так вот я могу в англане моего сбылось что сбылось что еще ничего не заработало почему инсталл не знает где искать перевод а мы его очень не скомпилирую я тупой еще не все инсталл не знаю где искать перевод почему потому что на самом деле перевода еще нету есть только текстовый вариант который нужно скомпилировать давайте скомпилируем пабель да бы 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 вот компайл по-моему компайл давайте посмотрим какие у него параметры домен input файл это по файл output файл это так называемый муо файл а его можно не писать он сам сделает чё а без директоре минус депро обаньки а вот это я не понял а вот это я не понял у меня это работало простите сейчас посмотрю что не так хорошо попробуем по-другому минус по но что я сделал неправильно не помню что я сделал неправильно ну да ладно вы я просто видимо неправильно указал неправильно указал что-то на другое хотел может опору хотел я не знаю проехали вот так работает значит что делает пабель компайл пабель компайл берет в наш текстовый файл и делает из него файл некоторый бинарный надо сказать что этот бинарный файл и это на самом деле такая программа которую подсистема локализации интерпретирует то есть это некий код сейчас давайте посмотрим он вообще исполняемый он исполняемый но для специальной виртуальной машины который маленький для специальной интерпретатора который его читает почему это не может быть статическим файлом зачем вообще компилировать почему за тем что в в самой семантике перевода заложена некоторая логика логика которая например определяет слово форму у нас там плюра у нас числительная там как как в какой из из форм она находится и так дальше и выполняет некоторую кону исполняет да то есть это код который надо выполнить вот после этого давайте посмотрим у нас заработает ли что-нибудь все еще не заработал дело в том что как я и предполагал 1 1 стол вот здесь вот недостаточно потому что по умолчанию она в каком-то странном месте ищет давайте просто узнаем в каком месте она ищет этот самый дыш да ладно тебе вот смотрите по умолчанию у наше приложение так абсолютно честное приложение ищет переводы в системной локали usr шаре локали root в 8 гл 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 так устроена вообще система перевода в этом вашем linux что если приложение стоит она ищет по умолчанию перевод и там если мы хотим искать переводы не в системной локали а где-то рядом с тем местом куда у нас установлено наше приложение то Например, мы пишем модуль, и там вот вместе с модулем будет приезжать и перевод. Мы должны в команде install явно указать, в каком месте будут эти переводы лежать. Сейчас. LocalLeader. LocalLeader. И вот здесь вот, ну, напишем пока PO. Это, конечно, все очень-очень-очень-очень неправильно, но, мне кажется, оно должно заработиться. О! Видите метры? Метры. На вас. Вот оно поискало в одном месте, поискало в другом месте, в третьем, и нашло. О! Хорошо. Молодцом. Вот. Шикарно. Мы теперь можем перевести всю нашу программу до конца. А вас. Ой, у меня колотура перезагрузилась. Секундочку. У нас русские буквы исчезли. О, русские буквы появились. Так вот, мы можем допереводить нашу программу до конца. Давайте мы это сделаем. Или, по крайней мере, частично сделаем, потому что времени у нас на все это нет. Но, вот, она где-то висит у нас, что ли? Во, вот она. Вот. Только не это, естественно. По, что там? Ру, смс, об, по. Это вещь. Во. Ну, что там? Футы. Футы в метры. Logo.ru.png Ну, у меня просто было. Это, это заготовка. Вот она. Вычислить. И равно. Жмяк. Теперь. Компилируем. Запускаем. Та-дам! Вот, видите? Два фута и равно 0,6 метра. Все хорошо, кроме вот этого, вот, вот этого, вот этой вашей, этой вашей футы-метры. Короче, кроме числителя. Кстати сказать, моя программа может продолжить работать по-английски. Па-бам! Не знаю, тут Андрей замечает, что единицы измерения надо тоже переводить, но если программа переводит футы в метры, то, наверное, не надо переводить футы в метры, а метры в футы. Это снесет крышу пользователям этой программы окончательно. Вот. Хотя, хотя, замечание забавное. Вот. Да, значит, в чем проблема, обратите внимание на то, что она работает теперь и по-английски, и по-русски, в чем проблема нашего перевода? Проблема нашего перевода, что тут написано 1 футы. И он, извините, равен 0 метры. А 3 футы, ну, скажем, 3,1 футы. 2 десятых. Вот, равен 1 метры. И нам нужно воспользоваться множественными формами. Обратите внимание на то, что когда мы... А, сейчас. Нет. Нет, все правильно. Значит, это воспользуется множественными формами. Давайте это сделаем. Во-первых, давайте доредактируем наш... наш файл, в котором вместо meters будет множественная форма. Множественная форма. И это сложная штука. Сейчас я вспомню, как это делается. NgetText. Нам нужно в текущее поле проинсталлировать не только... пространство имен, проинсталлировать не только подчеркивание это самое, но еще и метод getText. NgetText, который будет заниматься у нас множественными формами. Вот. Значит, который будет заниматься множественными формами. Это было в старой лекции. Сейчас мы туда заглянем и все увидим. И все увидим, потому что иначе мы просто потратим время на это. Смотрите. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно сделать две вещи. Ну, давайте даже вот так. Нам нужно указать, что слово install нам устанавливает еще NgetText. Имя такое. Вот не только подчеркивание. Вот. Обратите внимание, кстати, на то, что в этой программе я специально вычисляю, в каком месте у нас лежит перевод. Не говорю там тупо, а вычисляю. Но это отдельно. И при использовании getText передать туда обе словоформы и число, которое, собственно, будет анализироваться. И на основании которого будет принято решение, единственное или множественное число у нас здесь используется. Видите? Давайте так и сделаем. Значит, это у нас где-то тут был. Вот. Split. Python. 10. Upplay. Вот с этим местом. Просто скопипачу отсюда, чтобы по-быстрому. А то у нас еще... Хотя нет. У нас... Мы почти-почти приехали. Значит... Это не то. Вот. О, кстати. Кстати-кстати-кстати. И тут можно тогда сказать, local.dir равняется, что, datapath.os.path.join. Ну, во-первых, давайте проверим, что это так... Ос это было слово. Что это так работает. Это так работает. Вот. И мы хотим сюда вставить еще одно имя. Где оно тут? Которое называется... Вот. Которое называется ingintext. Тем самым мы... Кстати, здесь можно local.dir, наверное, не писать. Просто для экономии времени. Да, работает. Значит... Как видите... Ничего не изменилось. Вот. Сейчас изменится. Мы сейчас вызовем ingintext. Вот. Давайте прям скопипастим отсюда, чтобы сэкономить время. Вот. На нем тоже будет ругаться. Да, потому что она не знает ingintext. А надо подумать, что с этим делать. Значит... Еще раз напоминаю, что при этом происходит. Мы... Мы передаем функции ingintext два параметра. Единственное число, множественное число и число, которое, собственно, послужит причиной выбора того или другого варианта. Мне кажется, что прямо сейчас это уже должно работать на английском языке. Один... Один... Два... Один фут. Нет? Нет? Что я сделал не так? А, я вообще не так все сделал. Там нет этого перевода. Окей. Давайте мы тогда обновим перевод. Значит... Экстракт. Что мы сделали? Мы обновили горшок. Обновили горшок. И обратите внимание, что он изменился. Давайте посмотрим на него. В нем появилась поддержка множественных форм. Видите? Теперь мы должны обновить старый перевод на основе нового шаблона. Эту операцию мы еще не делали. Почему? У нас изменился шаблон. В нем, собственно, появился другой какой-то перевод. И этот перевод нам нужно слить с... Вернее, этот шаблон перевода нам нужно слить со старым переводом, который не рассчитан, не был рассчитан на множественные формы. Давайте это называется pbabel update. Вот. И я им еще ни разу не пользовался, так что у нас эксперимент налил. Так. Ну что? Значит, минус d домен up. Минус и input файл какой? Input файл, разумеется, горшок. Output файл, разумеется... Да, ну минус l local.ru Слушайте, как бы нам все не прибил, давайте мы вот что сделаем. Там сабмодуль. Ну и ладно. Да, что? Вот. Значит, да, еще раз. Update. Значит, pbabel update. Минус d up. Домен у нас up.up называется. Input файл у нас называется по uppods, который мы только что обновили. Локаль у нас русская. И по идее, если я output файл за минус d по... Вот. Значит, собственно, что за трюк сейчас произошел? Сейчас нам наш babel обновил уже имеющийся перевод на основе более нового шаблона. Давайте на него посмотрим, как выглядит этот обновленный перевод. А, это все было апдейтинг. О, значит... Смотрите, все хорошо. Во-первых, этот перемот повечен в фазе. Это значит, что в файле с переводами соответствующий перевод имеется, но пользоваться им getText не будет. Вот эта вот метка, решетка запятая, это значащий символ. То есть решетка, после которой стоит что-то, с точки зрения getText, это управляющий символ. И метка в фазе означает, что это неточный перевод, который существует здесь для моего переводчика удобства, но при использовании приложением использоваться не будет. Для того, чтобы он использовался приложением, мы должны, а, перевести, значит... 1 метр, 2 метра, много метров. 1 фут, 2 фута, много футов. Вот. И удалить метку в фазе, чтобы, значит, этот перевод вообще был задействован. А то при компиляции, вот если бы в фазе не было, давайте сейчас, давайте скомпилируем просто, чтобы было понятно, да? Вот мы, если так оставим, то при попытке компиляции... А можно минус VH какой-нибудь? Нет. Зараза, она не... А, минус-минус статистик. Сто процентов, говорит. Я же в фазе тебе написал, ты корова. Давайте посмотрим. Может, я не написал? Да нет, написал. Ну вот тут, к сожалению, я не очень знаком с работой Бабеля, потому что GetTex бы мне сказал, что, извини, чувак, ты что-то не то написал, у тебя есть в фазе месседж, я переводить не буду, и тут бы было 5 из 6. Я это посмотрю после лекции, просто чтобы не было разночтений. Так, ну что, давайте посмотрим, что получилось-то. Оно вообще работает? Да, блин. Ну, пока что да. Не работает. Что-то не работает. Давайте искать, почему не работает, и на этом... На этом мы... Закончим наш разговор. У нас есть 5 минут на то, почему... Так. Есть у меня одно подозрение, что это Update Labels. Да, все. Я его не вызываю. Все хорошо, только я его не вызываю. Прикольно. Извините. Все. Вот что значит, вот что значит копипаста. Вообще говоря, не дурно бы вызывать Update Labels. О! Так, значит, метр работает, футы не работают. О, 4 фут. Так, понятно, а с футами я что-то, 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 что-то напутал. Отлично. То есть все работает, только здесь я неправильно перевел. Хорошо. Значит, метры работают, футы не работают. Сейчас мы их поправим, и на этом, собственно, разговор можно будет закончить. Давайте запустим это. 1 фут. 0 метр. 3 фут. 0 метра. 5 фут. 0 метра. 1 метр. А если 10 фут? 10 фута. 3 метра. Боже, и мне кажется, они поменены местами. Здесь это относится к этому, а это к этому. Ну-ка, 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 ну-ка. Так, Update Labels. Метры, футы. Как мы ее вызываем, Update Labels? Значит, первый параметр метры. Метры превращаются в метры. Футы превращаются в футы. Печатается MLabel метры. Метры, футы. Это по умолчанию. Update Labels. Футы, метры. Так, ну все. Все понятно. Значит, здесь у нас meters, а здесь у нас fit. Ну-ка. 1 фут. 0 метров. 2 фута. 0 метров. 3 фута. 0 метров. 4 фута. 1 метр. Фу, слава богу, 12 футов. 3 метра. Все. Заработало. Что еще можно сказать на вот эту тему про Бабель? Значит, Бабель поддерживает не только перевод текстов, как мы с вами видели, но и некоторые другие штуки. В частности, у него есть отдельная поддержка про локаль, про время и нумерацию. Вот. И есть какое-то замечание, смысл которой я до конца не понял, что он типа работает не по файлово, а по каталожно. Что это значит, я не знаю. Ну, в общем, вот. Кроме того, у Бабеля есть поддержка, поддержка Setup Tools. Вы можете не из командной строки, как я это делал, делать, а засунуть это в Setup. Сейчас покажу. Вот. Вот таким вот образом это засовывается в Setup, после чего у вас можно совершать команды над вашими исходниками с помощью общего инструмента Setup. Вот. Ну и, в принципе, это довольно развесистая штука. Так что, если вы будете планировать локализацию вашего домашнего задания, в смысле вашего семестрового проекта, делайте это либо с помощью Git-текста, либо с помощью Бабеля. Обращаю ваше внимание, что если у вас нечего переводить в самом приложении, то есть у вас, допустим, вы пишете библиотеку, у которых нет сообщений вообще, то вам придется немножко перевести документацию. В Sphinx есть инструменты, как именно с помощью такой же точной технологии переводить документацию. Перевод документации в целом не требуется. Потому что, ну, перевод это вообще довольно множественный, ну, так сказать, сильная работа. Вот. Но если у вас нечего переводить в исходном коде, переводить в документацию, вот такое будет домашнее задание. Все. Извините, что я затупил в конце. Какая-то досадная ошибка. Если есть вопросы, задавайте. Значит, на мне домашнее задание, как обойти синтекс-чекер, чтобы он не выдавал отсутствие соответствующих символов. Возможно, прав Ruro, и надо просто вместо install пользоваться более низкоуровневыми инструментами, чтобы явно указывать, что чему равно. Вот. И на мне исправление примера. Ну, я просто приведу другой пример. Я возьму наш с вами вот этот муляж семестрового проекта и на нем все это проделаю. Я вижу, что вопросов больше нету. Тогда спасибо. В следующий раз разговариваем о тестировании. И на этом заканчивается обязательная часть только для финальных курсов, для 4-го и 6-го. 29-го числа у нас лекция про диплоймент. И это обязательная лекция для всех остальных. Если нам не удастся как-то подвинуть сроки и там ко мне придут с ножом, что прям вот 30-го вынь да положь результаты работы, мы должны будем на следующей неделе после лекции по тестированию устроить некоторый массовый прием ваших семестровых проектов, в которых должно быть все, кроме, собственно, дипломента. Такие дела. Если есть какие-то вопросы, задавайте их в чатике уже. А нам пора заканчивать.